Не каждый умеет петь, не каждому дано яблоком падать к чужим ногам. Как ни странно, это не конкурс чтецов и даже не вечер памяти Сергея Есенина, хотя стихи поэта, безусловно, одна из отличительных особенностей этого события. Уже традиционно на церемонии открытия заключительного этапа Всероссийской Олимпиады по агроинженерии звучат есенинские строки. Читает их декан инженерного факультета Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии Александр Пасин, по совместительству председатель жюри Олимпиады. Местом проведения Олимпиады уже традиционно становится Мордовский университет. Проведение мероприятий подобного уровня – это всегда событие. Событие не только для преподавателей и сотрудников Института механики и энергетики, всего нашего многотысячного вузовского коллектива, для нашей республики. Приятно осознавать, что данная Олимпиада, заключительный этап Олимпиады по агроинженерии, проводится в нашей республике, в городе Саранске, в Институте механики и энергетики, в 15-й раз. Это является свидетельством того, что всегда организаторы данного мероприятия создают особую атмосферу. В этом году в заключительный этап Олимпиады прошли 22 команды из 11 регионов России. Всего 92 участника. Не обошлось и без нововведений. Мы решили провести эту Олимпиаду в виде комплексного интегрированного мероприятия, такого, как Всероссийский студенческий научный фестиваль студенческой молодежи науки. Оно включает такие мероприятия, как уже вышеназванная Олимпиада, Всероссийский научно-методический семинар преподавателей, Всероссийский студенческий конкурс инновационных идей. И мы проведем также дополнительное обучение преподавателей по программе научно-методические особенности обучения студентов аддитивным технологиям. В результате абсолютными победителями и обладателями Кубков Олимпиады стали команда Тамбовского государственного технического университета, Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии и одна из команд Мордовского государственного университета.